Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе. Всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Хочу сказать вам насчет, как раз там была прямая трансляция, ну и просто, насчет благодарности. Меня, конечно, поражает, что люди думают, что не надо там благодарить кого-то. Это, конечно, такая ерунда. Вы же помните, Иисус учил нас благодарить, благословлять людей. А что такое благое слово? Мы вот особенно ортодоксы уже привыкли благословять, и все, батюшка благословите, батюшка благословите. Да разве это это? Благое слово, благо, счастье, радость, добро. Что такое благословляйте, доброе слово? Что такое благословляйте? Делающее слово, которое человека делает счастливым. Не важно, что ты ему доброго пути желаешь, ты его приветствуешь или еще что-то. Не имеет значения. Хвалебное слово. Это обязательно надо делать, да? Комплименты мы делаем друг другу. Вот. Я говорю, я поражаюсь, да? Были людьми, стали христианами и стали какими-то нелюдями. Вот. Представьте ситуацию, а возможно они не раз происходят у нас. Вам помогли, а вы даже спасибо не сказали, скажете, что это что за христиане. Даже доброго слова не скажут. Это что такое будет? Это вообще беда. Ну хорошо, это язычниками. Как мы будем? Я говорю, представьте, человек тебе помог, ты обратился или просто упал там, или машина сломалась на дороге язычникам. Остановился, помог тебе, а ты спасибо даже не сказал. Человек скажет, что вот свинья неблагодарна. Это же естественно. Я говорю, я вот поражаюсь, кто так мыслит. Но это в основном, кстати, в ортодоксальных, я знаю, учениях этот бред понаприлип, что там тайные добрые дела. И что правая рука твоя не знает, что делает левая. Ничего не разберутся там в Нагорной проповеди, чему Иисус учил. И все. Господь сказал, да вы соль земли. Если же соль потерять силы, чем сделаешь ее соленой. Вы свет миру. Если свет станет тьмой, как Господь сказал, посмотри в себя. Тогда светит свет аж перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли меня и Иисуса. Можно уже так нам, христианам, перефразировать. Но Иисус, как Иисус воздавал все слова Отца, ты прославляй Отца Небесного. А скажите мне, пожалуйста, слово спасибо или благодарю, это не благое слово, это не доброе дело. Я говорю, если ты этого не сделаешь, человек вправе будет подумать, что ты просто неблагодарная свинья. Вот и все. Я лично так и думаю. Вот. Ладно, язычники, а христиане? Ну хорошо, ты идешь на... Вот человек идет, ну ладно, там у ортодоксов у них крестики на шее, и то они под майками. Пойди разбери, что он христианин. Я говорю, вот человек в маршрутке тебе что-то сделал там. Ты денежку передал, ты же говоришь спасибо. Я говорю, поражаюсь, откуда эти учения. Были люди, как люди до покаяния. Покаялись, стали нехристями. Еще хуже. Разве так можно? Конечно, нельзя. Вот. Хорошо, ты в собрание в какое-то ходишь. Ну и что? Ты знать не знаешь, ходят там собрания тысячи человек, две тысячи, да хоть и сто. Ты знать никого не знаешь. Человек что-то тебе сделал, ты там на паперте чуть поскользнулся, он тебя поймал. Что ты ему спасибо не скажешь? Не скажешь, он подумает. Вот, свинья неблагодарные, не бросайте жемчугу вашего перед свиньями, да? Это вот из этой серии, я считаю. Так что, благодарить обязательно. Единственная благодарность становится неуместна, знаете, когда? Когда действительно это вот как в семье. И в настоящей христианской семье, где те покаявшиеся, новые, рожденные свыше дети Божьи, друг другу души не чают, и друг другу жизни своей отдают, и ничего из своего не называют своим, да? Такие люди уже могут не говорить друг другу спасибо, потому что ты же себе спасибо не говоришь. Поела, говоришь, спасибо, рука, что покормила рот, да? Ну, глупости. Здесь то же самое. Действительно, когда супер близкие отношения, когда вы уже одно тело во Христе, рука, нога и глаз, да, бывает даже, это все равно, что когда ты что-то делаешь близкому человеку, а он там, спасибо, спасибо, ты, как будто мы не родные, тебя это немножко унижает, даже обижает. Это я согласен. Ну, это очень близкие люди, это единицы. И если у тебя есть такое собрание, а я его даже собрание не называю, если у тебя есть в семье Христова, то есть это те люди, которые не родственники тебе по плоти, но когда-то где-то тоже, может быть, на другом конце земли покаявшись, стали тебе братьями и сестрами. Да. Эти люди, с такими людьми можно и спасибо не говорить, потому что ты обижать их будешь. Реально, кто знает. Потому что когда... И то, и то, знаете, это не когда тебе приятно делают, а вот когда у тебя проблема, и ты к брату обращаешься, вот ко мне когда, я, конечно, мне даже неприятно это спасибо, да, если я помощь оказал. А когда мы уже в приятность сделаем сверх, вот есть ноль, если ты делаешь ниже ноля, то есть минус покрываешь, да, у человека минус, нужда у брата, у сестры, и ты его покрываешь, ты обязан покрыть. Да если я не покрою его минус, какой мне, брат, я в глаза его посмотреть не смогу, за что-то спасибо. А вот когда я делаю плюсом брату, подарил что-то там, да, сверх того благословил, что-то купил, подарил, просто дал, да, подарил что-то брату, да, помог, знаю, что там, может быть, на шоколад, на конфеты, когда сверх что-то, да я всегда скажу спасибо, да, вот, на нерождение ты даришь, это же в принципе и слишком, вот, ну помните, как Иисус вино сделал, не только они хлеб ели, да, была свадьба, а на свадьбе ведь не только вино было, надо об этом обязательно помнить всегда, вот, то есть вот она, правильная жизнь, да, если это семья, минус, там даже и благодарить никогда не стоит, ты обидишь, брат, я вот, ну, я от своего сердца говорю, я думаю, что так же у каждого, потому что я тебе должен, Павел говорил, не сдавайтесь должным никому, ничем, кроме взаимной любви, вот, а тем более близким, кто о своих не печется, о домашних или о своей церкви, о семье настоящей, которая тебе стала по рождению свыше, что вы стали одни дети Божьи, да, не покрыв минус ты, я тебе еще спросить могу, братья и сестры не говорят, слушай мне там, пожалуйста, да такие слова просто обижают даже, если это действительно дети Божьи, вот, а уже сверх, да, сверх-то уже, ну, спасибо, братан, да, вот, вот, это все естественно, вот, все это мы увидим в Евангелие, все мы, почитайте это в посланиях апостолов, как они благодарили, вот, дальше похвала, даже похвала, да, конечно, мы за все отдаем славу Отцу Небесному, но посмотрите на апостолов, посмотрите на частные апостола, на частные послания апостола Павла, у нас, к сожалению, мало есть вот этих вещей, чтобы мы могли там поназидаться, да, но посмотрите, как он нахваливал, ох, как нахваливал, И в римлянам большое послание. Особенно где у него большие послания. В конце он там приветы вот эти передавал. Посмотрите, как он упоминал каждого дела, что он делал. Это служило мне в узах или эти, эта семья. Эти мне там помогли, эти меня там спасли. Почитайте внимательно. И как он их восхваляет. Я по памяти не помню все эти слова. Он говорит, как они там, вам не узом, да воздаст им Господь. Так он это кому-то пишет, рассказывает. А то правая рука, чтобы не знала левая. Он всей церкви пишет, говорит, прочитайте это послание всем. То есть надо понять, когда Иисус говорил, чтобы рука там правая, речь шла о тщеславии. То есть следи за собою. Господь выражался приточным символным языком. Образным, символным, приточным. Не надо эти вещи-то буквально воспринимать. Евангелие должно быть открыто. И обязательно, как Павел говорил, вникайте в себя и в учение. Вот и все. Это же противно здравому смыслу, как и Павел тот же самый выражался. Ну что мы теперь друг друга не славим, не хвалим, добрые слова не говорим. Не говорим, как ты хорошо выглядишь. Какой ты красивый, какой ты умный. Да. Конечно говорим. И детям, и родителям. И в старости, и в молодости. Да везде. Вот эти глупости меня вообще поражают, конечно. Комплименты. Ну да, вот благодарность, хвала, комплименты. Что мы не говорим, конечно говорим. А как ты будешь благословлять? Вот объясните мне. Как ты будешь доставлять словом человеку радость? Точно так же. Покажите мне. Ну как будет христианин даже за христианкой ухаживать, допустим, там. Собрал жениться. Он что, будет рот свой зашьет или молнию закроет? Ну что за глупости? Лицемерие, да. Человек уводит, да. Помните, как к Иисусу приступали? Иисус ставил сердца, а они типа хотели искушать его про динарий. Там подавать ли подать кесарь или не подавать. И прежде чем спросить начали там. Знаю. Типа они его восхваляют. Но они-то лукавили. Что ты типа не имеешь, ни перед кем не преклоняешься. Там начинают. И он говорит им в ответ. Это лукавство. А когда ты искренне от сердца человека говоришь. А иногда даже просто с любовью. Не обязательно, что человек правда такой красив или в твоем вкусе. Ну ты понимаешь, что он человек и в принципе он красивый. Ну вы знаете, да. Или больному сказать здоровый. Можно конечно насмехаясь. А можно укрепить человека в чем-то. Какое-то слово бывает поддержки. Ведь порой поддержка слова, оно бывает. Ну типа ты сможешь, да. Ты давай, ты сильный. Ну он уж слабый. Ну ты говоришь, ты сильный. Это слово любви. Вот это ты не врешь, ты не лукавишь. В принципе мы так всегда говорим. Ты сможешь. Давай. Человек еще не знает сам. Ты и сам-то не врешь. Потому что ты же действительно не знаешь, сможет он или не сможет. Ну вот. Так что вот так вот. Поэтому помните, есть общее слово благословение, благотворение. И это все любовь. Любовь проявляется в словах. У нас есть очень сильный орган тела, как Яков писал. Он может от гиены воспламеняться, да. А может от небесного царства, от Божьего возгораться, да. Огнем божественной любви. И тогда ты будешь благословлять. Не зря у нас такие. В принципе это все дело тела. Делать, можно сказать, тоже благотворение. Но это благословение, потому что это слово. Хотя это все. Вся наша внутренность, наш внутренний человек, он всегда проявляется во внешности. И проявляться он может крупными вещами. Это в словах или в делах. Вот и все. Поэтому обязательно всех благотворить. Благодарить. Я говорю, никогда. И вот даже про минимальную степень, когда у тебя минус, да. Когда тебе помогает внешний человек. Представляете, ты еще в долгах. И тебе человек какой-то вообще, тебе язычник помогает. Ну что ты его благодарить не будешь? Конечно будешь. Словом, словом нету ничего. Есть что-то сделать, спроси. Может ты можешь, может тебе что-то есть, чем ты можешь отплатить этому человеку? Это обязательно. Это обязательно. И наоборот, кстати. Если встать на другую сторону, никогда не надо там. Не надо, не надо. Я говорю, конечно, с братом, я говорю, просто можно высказать один раз. Или сеттеской, слушай, ну ты что, обижаешь меня, правда. Вот, потому что когда тебе брат минус восполняет или сестра, тут о какой благодарности речь идет. Тут вообще радость совместная, что все, встали, решили проблему, убрали, слава Иисусу. Вот. И поэтому, но даже когда ты плюс, допустим, я говорю, что-то человеку сверх сделал, он тебе сказал спасибо. Ну и, не надо, не надо, ты что? Я там родился. Да ты любовь делаешь. Ты ему, он тебе спаси. А может он тебе взамен что-то сделал. А может через неделю сделать. Это нормально. Вспомните, как Иисус позволял себя любить. Он ни в чем не нуждался. Он что, нуждался в пирушке от мытаря, от начальника мытаря Матфея? Нет. Вы помните, как он хлебы приумножал, вино из воды делал. Он в чем нуждался? Нет. Но он позволял себя любить. Вы помните, как он на горе преобразился? Он нуждался в том, чтобы ему умывали ноги драгоценными всякими мазями, голову мыли. Нет. Он бог, пришедший во плоти. Но он позволял себя любить. Поэтому любите и позволяйте любить себя. Потому что это тоже дело любви. Пассивная любовь, благодарность, так скажем, ответная человеку. Мы не только терпим зло. Ну да, от врагов, от недоброжелателей мы терпим, конечно, как Иисус и благословляем их. Можем заочно еще что-то. Но когда ты лицом на лицо, лицом к лицу, к человеку, ты позволяй себя любить, в этом нет ничего такого. Потому что и ты же позволяешь. Что ты, представляешь, у меня такая ситуация была, кстати, здесь, в деревне, я живу. Я как-то ходил в этот храм поначалу, ну кто знает мою историю, когда я сюда приехал. И мне бабушка, да старенькая, да нищая, она мне сует 100 рублей. Я тоже от всего отказался, понятно, я, наверное, выгляжу, как поберушка. Выглядел, да и выгляжу, да. У меня комбинезон 8 лет. Со стройки так и хожу в нем, третий год уже, причем по городу. Вот. Такой вот он. Старенький мне. Вот. И она мне 100 рублей дает. Я так на нее посмотрел и отказался. Я никогда этот взгляд не забуду. Царствие небесное, она недавно померла. Два года, вот она прямо напротив, вот в этом доме. Как оказалось, я еще и напротив нее потом соседом ее стал. Вот. А это было в первый или там, ну не в первый, может быть, а где-то во второй, может быть, или в третий приход. Меня там как всегда на клирос поставили, чтобы я пел. Ну как всегда, в смысле, куда там ставят пьесы. Что из меня никакого, у меня нет ни голоса, ни слуха. Вот. Я никогда не забуду ее глаза. Она на меня обиделась. Мне так ощущение, что она потом еще здесь меня простить сто лет не могла. Хотя мы все время общались потом. Вот. Так вот потом, два года она мне что-то таскала. У нее руки там уже все. Ей под 80 лет. Вот, я говорю, недавно она ушла ко Господу. Что-то мне таскало. И я никогда больше не противился. Я брал все, что она мне приносила. Вот. Я никогда не забуду те сто рублей, которые она мне совала, и я не взял. Но я потом вот этим попом, который здесь был, отец Роман-то этот, и когда я ему, помню, рассказал, он говорит, ты что? Говорит, дают, бери. Вот. Ну, это, конечно, не совсем может быть правильный принцип жизни, но вот факт. Один из опытов, причем христианских уже, можно сказать. Вот. Я тоже думал. Ну, и, в принципе, зачем мне живу? Я тогда от всего отрекся, и у меня 10 рублей в кармане не было. Действительно, мне захотелось так пожить, я несколько лет так жил. Вот. И она, я понимаю, что там бабушка нищая. Вот такой вот случай. Вот. Это и по жизни такое было, и у меня потом такое было, и до такое, а потом вспоминал, что такое было. Я говорю, это не очень хорошо. Это не есть гуд. Человек дает от чистого сердца. Возьми. Он бы не давал, если бы ему нечего было. Дать-то. Вот. Если ты у человека вызвал такие, такое желание тебе что-то дать, значит, уж тем более, если ты, я говорю, человек ничего плохого не сделал, значит, он тебе дает вообще, испытывая к тебе какие-то положительные чувства. Вот и все. Посмотрите на Иисуса. Я говорю, он что, стал брыкаться? Что ты, что ты? Там, причем грешницы ему ноги умывали. Сильно он от нее брыкаться стал? Нет. Я вот всегда люблю смотреть, люблю все сравнивать. Вот. Ну, по сути-то, мы, конечно, должны вникать в себя и в учения, но так как у нас есть чистота почти учения евангельского, это вообще здорово. Мы, можно сказать, этот процесс делаем одновременно. Смотрим и в Евангелие, и в учения. Так что вот так вот хотел сказать. Можно еще по разным вещам говорить. Вот он, мой малыш. Ну, смысл, в общем, я хотел такой передать. Смысл понятием, да? Ну, ну, что я, целовашки мои. Смысл такой. Любите друг друга и делом, и словом. Любите активно и пассивно. То есть, позволяйте себе любить. Ибо, когда мы отвергаем человеческую любовь, это тоже грех. В человеке-то какое чувство зарождается. А эти чувства будут стоять в вратах Царства Небесного. Потому что ты обидел человека. Так что вот так вот. Ну, надеюсь, мое слово было кому-то полезно. Ставьте лайк, если проповедь моя. Мое слово понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, вопросы, ответы. По субботам в 15.00 в прямых трансляциях я буду на все отвечать. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Субботам. Продолжение следует.